Неожиданную находку обнаружили местные жители на Печоре в районе поселка Искателей. Возвращаясь из деревни на снегоходе, они наткнулись на кучу хлама. Бытовой строительный мусор, перемешку со старой одеждой, элементами кузова автомобиля и прочими отходами, неизвестные, не стесняясь, сваливали аккурат посередине реки. Ирина Цепитова продолжит тему. Канистры из-под машинного масла, старый бампер, домкрат, банки из-под краски и ботиночки 43-го размера. Вполне вероятно, что в гараже хозяина этой несанкционированной свалки стало очень чисто. Ведь весь мусор он вывез на Печору. Фотографии этого безобразия или свинства, а именно так назвали произошедшие пользователи соцсетей, накануне появились в интернете. С вопросом, куда обратиться, на всеобщее обозрение их опубликовал Михаил Чупров. Именно его родители обнаружили свалку на реке. Это целенаправленно ездили и даже, наверное, не один раз ездили, потому что отец говорит, что снега вчера не было. То, что след был натоптанный у снегохода, сильный. То есть раза два-три однозначно сюда приезжали и специально вылаживали здесь. Меня бесит это. Я много езжу на удочку. И вот в местах таких крупных, где удят, здесь у искателей, там на речке частенько сидят люди. Поставляют бутылки, банки, склянки. Мы все с друзьями ходим, собираем. А тут вообще сраб какой-то непонятный. Мне еще не понятно, как можно на реку выкинуть. В поисках правды и справедливости Михаил написал письмо в управление Росприроднадзора по Неницкому округу. Как нам пояснили в ведомстве, в ближайшее время инспектор управления вместе с очевидцем выйдет на место свалки, чтобы зафиксировать инцидент. А дальше практически следственные действия. Предстоит вычислить нарушителя, обязать убрать отходы и, конечно, наложить штраф. В противном случае ответственность возложат на того, на чьей территории находится мусор. А может, у кого-то совесть проснется, он сам приедет и уберет. Вот это вряд ли. Если вот так вот делают, это значит, у человека вообще никакого нет чувства. Страх. Будем надеяться, что в самое ближайшее время виновника этой несанкционированной свалки найдут и привлекут к ответственности. А если нет, то хотя бы специальные службы уберут этот мусор с территории реки. Ведь очень скоро он может уйти вместе с следоходом. Ирина Цевитова, Антон Водряков, Телеканал Север.